КОНЕЦ Сейчас, когда слова «технологический суверенитет» произносят достаточно часто, причем не всегда по делу, имеет смысл разобраться вообще в терминологии и в том, что это собой представляет. Например, если мы говорим о том, что завозит Россия сегодня гвозди, является ли это проблемой для технологического суверенитета? Я думаю, что технологического здесь, наверное, не так много, поэтому вряд ли. Или проблема композитных материалов. Здесь, конечно, технологий достаточно много, но к суверенитету это, опять же, не относится, потому что Россия является в числе мировых лидеров по этому направлению. Вот, все-таки, чтобы нам понять, что такое технологический суверенитет более глубоко, мы обратились к ведущему специалисту по тематике, по развитию технологических инноваций. Заместителю президента Российской Академии наук, члену-корреспонденту Российской Академии наук Иванову Владимиру Викторовичу. Владимир Викторович, пожалуйста, Вам слово. Спасибо, Борис Анатольевич. Презентацию дайте, пожалуйста. Ну, пока я продолжу мысль Бориса Анатольевича о том, что действительно сейчас в последнее время... Дайте сразу следующий кадр, следующий слайд, дайте, пожалуйста. Что сейчас очень много говорят, то есть в обиходе присутствуют два понятия. Это импортозамещение, технологический суверенитет. Вот тогда вопрос, а чем все-таки нам заниматься? И, наверное, все-таки речь должна идти о технологическом суверенитете, который мы понимаем как способность экономики страны самостоятельно выпускать высокотехнологичную продукцию, необходимую для решения стратегических задач развития государства. Но если говорить еще проще, то здесь бы я вспомнил слова Игоря Васильевича Кручатова, который говорил так, что обгонять надо, не догоняяя. И вот в этом, наверное, и есть суть технологического суверенитета, что мы должны научиться делать все сами и быть впереди планеты всей. Пожалуйста, следующую картинку. А теперь вопрос, а на какой основе будем обеспечить вот эту вот, решать эту задачу? И вот если мы внимательно посмотрим на технологический процесс, на экономику, то мы сразу увидим, что вообще-то все начинается со знаний, то есть с фундаментальной науки. Из фундаментальной науки есть три практических выхода. Это образование, это технология и это культура. К сожалению, у нас в стране в 90-е годы прозвучал тезь о том, что фундаментальная наука некоммерциализуема, и отсюда пошли дальше процессы, о которых я скажу немножко позже. На самом деле это не так, хотя бы по одной простой причине, что все образование построено именно на фундаментальной науке. Возьмите любой учебник, если брать учебник физики, например, там очень подробно описываются фундаментальные законы физики. То же самое можно сказать и про технологии, потому что все конструкции, материали, например, в их основе лежат, в их проектировании лежат законы Ньютона. Тоже фундаментальная наука. Дальше можно продолжать. То есть отсюда сразу следует, что фундаментальная наука, во-первых, это самое перспективное вложение средств, во-вторых, она окупила свое существование уже на многие годы вперед. И если мы говорим про научно-технологическое развитие, то мы должны иметь в виду, что оно подчиняется четырем законам, которые вот здесь написаны, вот здесь представлены. Ну, я уже немножко сказал про фундаментальную науку. Но действительно, давайте попробуем оценить, во что обошлись законы Ньютона. Ну, это, наверное, невозможно. Если учесть даже, что космические корабли ликитают по закону всемирного тяготения, им же сформулированного. А в то же время новые технологии, они постоянно дешевеют. И здесь тоже понятно почему. Потому что на смену технологическое обновление идет очень быстро. С одной стороны, и с другой стороны конвейер. Когда только технология стала массовой, она стала общедоступной. Ну, первым, как мы помним, понял это Форд, когда он сделал конвейер и сделал дешевый автомобиль. Наука не имеет границ. Тоже понятно, вполне понятно, что законы, во-первых, фундаментальные действуют везде. И, во-вторых, технологии очень быстро распространяются по всему свету. И, наконец, технологии не могут противоречить законам природы. Казалось бы, очевидный факт. Но в последнее время мы очень сталкиваемся с такими проблемами, которые называются как лженаука. Пожалуйста, дальше. Ну, вот теперь посмотрим, где находимся мы. Вот по данным OECD, вот где мы находимся в плане финансирования наших секторов исследований и разработок. Как мы видим, что при таком ресурсном обеспечении, наверное, очень трудно конкурировать и входить в число развитых стран, технологических лидеров. И очевидно, что, в общем-то, надо принимать какие-то решения. А вот, пожалуйста, следующую картинку. А вот это, как у нас менялась численность научных сотрудников. Это данное института проблем развития науки. Вопрос, а почему так произошло? Тогда нам придется вернуться в 90-е годы. И тогда мы, наверное, вспомним, что был взят курс на, прежде всего, квазилиберальное рыночное отношение в экономике. И второе – это ориентация на ресурсодобывающий сектор. При таком раскладе, конечно, уже наука и технологии отходили на второй план. Позвольте в следующую картинку. И вот, что мы получили в результате реформы. Простите, здесь опечатка не 2014, а 2004 года. Тут в начале итоги реформы 2004 года. Значит, почему именно 2004 год, потому, простите, 94, я ошибся. Значит, здесь в 2014 году мы вернемся, а это итоги реформ, которые у нас проходили с 93-го года. Почему с 93-го? В 93-м году Организация экономического развития опубликовала большой доклад о состоянии науки в России. И дали рекомендации, как наука должна развиваться дальше. И вот по этим рекомендациям мы жили примерно до 2018 года. И в результате у нас в 2004 году, вот там написано, наука была объявлена, как наука и образование были приведены в статус услуги. Была, как мы видим, упразднена научная аспирантура, она была приведена в образование. Была изменена полностью структура фундаментальных исследований. Российская Академия наук перестала управлять фундаментальной наукой. Науку стали переводить в УЗы. И, наконец, дезинтеграция научно-технологического пространства страны за счет ликвидации региональной структуры Академии наук. Значит, и выводы, что при таком раскладе, конечно, нам очень трудно сейчас, когда ситуация кардинально поменялась, значит, без кардинальных изменений нашей политики, нашего ресурсного обеспечения рассчитывать на технологический суверенитет, на присутствие страны в числе технологических лидеров. Пожалуйста, дальше. Но в 2018 году Владимир Владимирович Путин сформулировал новый вектор развития страны. Прежде всего, повышение качества жизни. Обращаю внимание, что до этого речь шла об удвоении ВВП. А здесь было впервые сказано о том, что мы должны ориентироваться на качество жизни. И если вы посмотрите, все остальные выступления президента, они в том или ином виде касались именно вот этого аспекта. Технологическое развитие, прежде всего, ликвидация технологического отставания. Тем самым было признано, что те территории реформ науки, в общем-то, уже не соответствуют сегодняшним потребностям. Развитие территории, что особо важно, ну, здесь нам Елена Александровна немножко попозже немножко расскажет и про это. И, наконец, обеспечение оборонной безопасности, что действительно является одним из основных моментов. Павел, следующую картинку. Теперь мы говорим про технологии. Но когда мы говорим про технологии, мы должны четко понимать, что мы далеко не всегда можем собственными силами сделать все технологии. И вот здесь показана примерная схема о том, как нам эту проблему решать. Ну, к технологиям первого уровня относятся те технологии, которые мы уже имеем и представляем, и дальше мы их запускаем в работу. Технологии второго уровня – это технологии, которые требуют прикладных разработок. Технологии третьего уровня, которые требуют и прикладных, и фундаментальных исследований. А вот четвертого уровня технологии – это те технологии, которые мы пока не знаем, как их получить. И тогда здесь надо использовать механизмы технологического заимствования. Это, в общем-то, довольно распространенная вещь, и, наверное, технологическое заимствование существует столько, сколько существует человечество. Поэтому это вполне нормальный подход, которым пользуются все развитые страны. Самые простые примеры – это как СССР осваивали атомную энергию, ну и тот скачок, который сделал Китай. Всюду сло заимствования. Пожалуйста, следующую картинку. Значит, тогда сегодня наша главная задача в период санкций является переход экономики к полному инновационному циклу. Мы должны все научиться делать сами, все, что нам необходимо. Теперь вопрос – а это, в принципе, возможно? У экономистов есть разные взгляды на эти вещи. Кто-то считает, что да, кто-то считает нет. Но, наверное, следует вспомнить, что сейчас все ведущие страны или группы стран, будь то ЕС, будь то США, будь то Китай, способны самостоятельно обеспечить решение всех своих стратегических задач. Вопрос – а Россия это может сделать? Наверное, да. Потому что если мы вспомним мысль нашу историю, то начиная в послевоенные годы мы как раз работали примерно в таком режиме. И за 15 лет страна вышла, в общем-то, в передовые страны, несмотря на ту разруху, которая была в ходе Великой Отечественной войны. Пожалуйста, следующую картинку. Я уже заканчиваю. Вот теперь проблема, которая требует решения. Здесь я их перечислил в достаточно общем виде, но хочу обратить внимание на следующее. Значит, прежде всего нам необходимо отказаться от такого тезиса, что наука и образование – это услуга. Значит, наука и образование надо рассматривать как основной фактор развития государства. Значит, необходима модернизация системы управления. И она должна быть ориентирована на то, чтобы на обеспечение технологического суверенитета. Но я говорю пока только про науку. Необходимо восстановить систему фундаментальных научных исследований под руководством Академии наук, потому что именно системность фундаментальных исследований позволяет делать шаги вперед, рывки вперед. Тем более, что сейчас речь идет о междисциплинарных исследований. И тут уже речь идет не только о технических науках, но мы уже говорим про гуманитарно-технологическую революцию. То есть сегодня технологии должны развиваться вместе с человеком и в интересах человека. Значит, одна из больших проблем – это реформа нашего образования. К сожалению, пойдя по западному образцу, мы ликвидировали фактически систему, которая послужила почти 300 лет – это Академия-Университет-Гимназия. Именно благодаря этой системе мы смогли обеспечить себя кадрами по самому шокому спектру специальностей. Необходимо также в силу определенных обстоятельств сейчас снова вернуться к конверсии, наверное, хотя это слово не очень и приветствуется, но, по-видимому, у нас сейчас наиболее высокотехнологичная промышленность сохранилась в системе Росатома и в оборонном комплексе. И вот сейчас нам надо научиться использовать их возможности для решения гражданских задач. Безусловно, вряд ли государство в нынешней ситуации одно сможет справиться со всеми задачами, и здесь необходимо создать специальные условия для бизнеса, который бы активно вручался в решение государственных задач, а не только в добычу и переработку природных ресурсов. И, наконец, необходимо в плане ресурсного обеспечения законодательно предусмотреть финансирование науки в объеме примерно 2% от ВВП, что, в общем-то, соответствует тому уровню, который есть в наиболее развитых странах. Ну, на этом я, пожалуй, закончил. Покажите, пожалуйста, следующую картинку. А вот теперь под конец. Значит, ситуация такая. У нас сейчас очень много разговоров идет по технологическому суверенитету, по инновациям. И вот здесь, я думаю, одна из проблем – это то, что у нас нет общего информационного пространства, где мы могли обмениваться своими мнениями и свободно читать различные подходы. Вот здесь я привел три журнала, которые сейчас у нас, пожалуй, в стране наиболее интенсивно и эффективно работают в этом направлении. Они сейчас все, в общем-то, прошли некоторое переформатирование. Поэтому будет интересная возможность создать на базе этих журналов свою площадку. Все, спасибо большое. Спасибо, Владимир Викторович, за исключительно содержательный доклад. По технологическому суверенитету более-менее сейчас мы начинаем понимать, послушав Владимира Викторовича. Но следующий вопрос, который возникает, это как нам укрепить технологический суверенитет? Какие для этого есть механизмы? Какие есть механизмы в государственном частном партнерстве? И вот один из таких механизмов – это научно-промышленные кластеры. По всем этим вопросам у нас есть докладчик, генеральный директор Института государственного частного планирования Антипина Елена Александровна. Елена Александровна, пожалуйста, просветите нас по этим очень интересным и сложным вопросам. А не нужно ничего нажимать. Добрый день, уважаемые коллеги. Работает микрофон. Следующий слайд, пожалуйста. Мне бы хотелось буквально сразу продолжить ту мысль, которую только что озвучил Владимир Викторович Иванов, что действительно сегодня время, когда и государство, и бизнес, они могут укрепить технологический суверенитет совместно. И сегодня то, о чем говорится в Совете Безопасности, выкладывается уже в документы, в частности, об утверждении государственных основ стратегического планирования. Нас интересует вот этот указ президента, поскольку он связывает реальные поручения президента и технологические возможности, которыми мы можем это решать, в частности, с помощью модернизации системы ситуационных центров губернаторов в новый вид региональной центра управления. Следующий слайд, пожалуйста. Под региональными центрами управления мы понимаем штатный орган управления, размещенный в специально оборудованных зданиях и сооружениях, рассчитанный и созданный на российских программно-аппаратных комплексах, который бы позволил заниматься комплексным управлением региональным развитием в мирное время и купированием особых ситуаций и переходом на особый режим управления в особый период, скажем так. Под эту работу создана рабочая группа по региональным центрам управления по поручению коллеги военно-промышленной комиссии Российской Федерации, ФСО России. Сегодня должен был здесь присутствовать Николай Иванович Ильин, главный конструктор системы распределенных ситуационных центров, с которым как раз мы сейчас занимаемся перезагрузкой этого инструмента с учетом новых вызовов и возможностей. И, к сожалению, у него получилась накладка организационная, Николай Иванович понимает важность этого мероприятия и сказал, что все, что будет сегодня озвучено, он готов будет принять в работу и, может быть, мы подсделаем какой-то общий документ, результирующий этого мероприятия. Также главный управление специальных программ президента является также участником этой работы и Национальный центр управления обороной. Помимо этого, они велись учредителями такой рабочей группы, руководителем является ваша покорная слуга. Мы в данном случае были интересны как институт государственно-частного планирования, который занимался комплексным управлением региональным развитием. С одной стороны, следующий слайд, пожалуйста. А с другой стороны, мы являлись разработчиками такого подхода, который мы назвали государственно-частное планирование, то есть система социально-экономических приоритетов, выстроенная на принципах государственно-частного партнерства и основах международного российского права, которое мы можем использовать для того, чтобы максимально включить как раз интересы бизнеса в предсказуемую рыночную ситуацию, скоординированную государством совместно с бизнесом. Я сказала все своими словами, определение у вас на слайде. К сожалению, мне не очень хорошо видно слайды, поэтому буду говорить поверх. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, государственно-частное планирование позволяет преодолеть разрывы между территориальным планированием, стратегическим планированием, между инвестиционным планированием отдельных госкорпораций и, собственно говоря, организаций, которые находятся в своем регионе и действительно должны понимать, куда регион движется в целом, какие меры господдержки он может рассчитывать не только в краткосрочной, но и в дальней перспективе, и, соответственно, каким образом он может наращивать свою конкурентоспособность, в том числе и международную, ее никто не отменял, используя те механизмы, которые есть в его регионе присутствия и на уровне Российской Федерации в целом. Следующий слайд, пожалуйста. Сегодня мы считаем, что, безусловно, актуальными задачами развития государственно-частного планирования является актуализация стратегии социально-экономического развития, в первую очередь, и благодаря тем вызовам, перспективам, которые сегодня есть в нашей современной ситуации, благодаря тому, что открылась ценность и важность человеческого потенциала, капитала, здоровья людей, его здоровье, сбережения, новых технологий, методологий, в том числе и социально-экономического моделирования на цифре с помощью региональных центров управления. Следующий слайд, пожалуйста. Нормативная база под эту всю работу, безусловно, есть, я не буду ее перечислять. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, что мы обычно видим в регионах, то есть у нас есть целый ряд разрозненных организационных образований, таких как система ситуационных центров по линии ФСО России, таких как ЦУРы по линии Минцифры, таких как координационные центры при правительстве, таких как система умный безопасный город, и все это разрозненные системы, к сожалению, не всегда сопряженные между собой, и не всегда реализованные на российских программно-аппаратных комплексах. Наша задача, задача нашей рабочей группы, помимо организационной, концептуальной работы и системной, произвести также эти программно-аппаратные комплексы на российских доверенных, проверенных программно-аппаратных решениях. Следующий слайд, пожалуйста. Безусловно, такая система должна содержать в себе функции и стратегии, и мобилизации, и развития, и, соответственно, такой шлюзовой системы, которая бы обеспечивала переход от закрытого режима к открытому, от данных одних и тех же, но с разным уровнем допуска и доступа. Но это уже такая специальная информация специалистов, не будем на ней больше останавливаться. Следующий слайд, пожалуйста. Региональный центр управления, безусловно, должен включать в себя и модуль управления разработкой, характеровкой стратегии социально-экономического развития, схем территориального планирования, модулем совершенствования управления инвестиционным планированием. Следующий слайд, пожалуйста. Система обеспечения информационного обеспечения с градостроительной деятельностью, то есть сегодня у нас схема территориального планирования, это уровень стратегического планирования, информационная система обеспечения градостроительной деятельности, то, что мы непосредственно с вами строим и вкладываем деньги, это уже уровень муниципальных образований, которые не всегда это тянут и не всегда это сделано на российских программно-аппаратных комплексах. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и также модули тематические. Следующий слайд, пожалуйста. Образование, сельское хозяйство, целый ряд другой. И, естественно, геоинформационный мониторинг по типу то, что называется умный безопасный город. Следующий слайд, пожалуйста. Вся вот эта интеграция, она, безусловно, должна быть реализована на регионобазе регионального центра управления. В том числе сюда же должна быть подвязана как стратегия социально-экономического развития в цифре действующей, модернизированной, так и то, что называется сегодня стратегией цифровой трансформации региона. Следующий слайд, пожалуйста. Ну это то, как это все должно быть вписано в большой контур региональный центр управления, в большой контур госуправления. Следующий слайд, пожалуйста. Безусловно, должна быть эта система сопряжена еще на уровне полпредства, так как есть целый ряд мегапроектов, ну в частности там разные регионы объединяются, делают проекты, которые важны не только одному региону, это и Байкальская история, это и Несейская Сибирь, целый ряд других проектов, научно-технологических, Сибирский кольцевой источник фотонов, целый ряд других. Поэтому для того, чтобы это все мониторить между регионами, тоже должен быть такой ситуационный центр у полпредства и соответствующая рабочая группа по государственному частному планированию. Следующий слайд, пожалуйста. Но это я хотела вам показать масштаб бедствия, того всего, что нам нужно производить и надеюсь наш бизнес вдохновится и начнет сегодня создавать то, что мы называем научно-промышленные кластеры двойного значения. Следующий слайд, пожалуйста. Это в цифрах уже посчитано, начиная от регионального уровня и хотя бы даже до муниципального, не говоря уже об уровне предприятия. Следующий слайд, пожалуйста. И хотелось бы сказать, что отдельной компетенцией Института государственного частного планирования есть компетенция работы с организацией оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и с технологиями двойного назначения. В свое время, когда была объявлена история с диверсификацией организации ОПК, наш институт предложил коллегии военно-промышленной комиссии такой механизм, который позволил бы сформировать региональные консорции, мы между научно-образовательными организациями, средним инновационным малым бизнесом, с организациями оборонно-промышленного комплекса, по той умной рациональной специализации, по которой это целесообразно в данном регионе. И, соответственно, мы бы выходили уже на высокотехнологичную продукцию гражданского и двойного назначения, конкурентоспособную в мире. Для того, чтобы эта продукция была конкурентоспособной, вы сейчас видите определенную форму этой гибкой кооперации, которая может переходить от диверсификации изначально, под которой она была сделана, к укреплению мобилизационной готовности. Мы делаем в каждом таком центре, кластере двойного назначения, центр компетенции по этой умной рациональной специализации или слэш превосходства. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот вы видите, что по сути кластер двойного назначения, он представляет собой все три уровня. Это и закрытый уровень, в котором организация ОПК еще больше кооперируется между собой, независимо от уровня присутствия в госкорпорации, то есть на региональном уровне, взаимно дополняют друг друга. И такая тематика была очень опробирована и актуальна, например, в момент пандемии, когда собирались все эти комплексы для медицины и так далее. И в одном регионе, оказалось, можно сделать не внутри госкорпорации, а между собой гораздо все быстрее и выгоднее и качественнее. Приоткрытый уровень, куда мы выводим технологии, которые могут быть использованы для гражданского и двойного назначения, в том числе мы надеемся, что здесь будет создан целый ряд таких специализированных механизмов, как фонд внедрения наукоемких технологий с участием Российской академии наук. Я чуть больше скажу, как мы это видим для инструмента комплекса научно-технологические проекты, программы полного инновационного цикла. И открытый уровень, куда мы планируем выводить специальные проектные компании, в том числе которые могут быть конкурентоспособны в мире. И сегодня рынок БРИКС для нас открыт, коллеги готовы покупать наши высокотехнологичные решения, в том числе недавно у нас была командировка в Республику Аргентина, и коллеги тоже готовы укреплять свой технологический суверенитет и очень заинтересованы в наших российских программно-аппаратных комплексах и совместном производстве. Следующий слайд, пожалуйста. Но очень важным моментом во всей этой кооперации является роль лидера производственной кооперации. В частности, здесь представлен лидер Томского научно-промышленного кластера двойного значения комплексно-автоматизированной системы, Монотомь, компания. То есть они производили свои системы и для подводных лодок, и для нефтянки. В какой-то момент времени увидели, что рынок растет гражданской продукцией, и поняли, что можно скооперироваться с организациями ПК, чтобы дозагрузить их выбывающие производственные мощности на тот момент. Сейчас, понятно, все работают в три смены для того, что сейчас происходит у нас в стране и за ее пределами. Но, тем не менее, повестки диверсификации сейчас не сняты. Мы готовим конгресс по диверсификации с коллегией военно-промышленной комиссии Российской Федерации. И президент, ни в какие полномочия, никакие поручения, а эти поручения согласят, что до 50% к 30-му году предприятия ОПК должны выпускать высокотехнологичные конкурентоспособные в мире гражданской продукции, за счет чего наращивать наш несырьевой экспорт. Эти поручения не сняты. И сегодня мы продолжаем увеличивать производственный и промышленный потенциал и организацию ОПК, и кооперации с высокотехнологичным средним бизнесом. И приглашаем средний бизнес, малый бизнес в регионах становиться такими лидерами производственной кооперации, которые будут драйверами этой истории в своем регионе, которые получат свои бонусы от, взаимодействия от новых промышленных технологий, площадей и мер господдержки, которые они могут получить, участвуя в такой госкорпорации. Ну и в том числе такой гарантированный сбыт через офсетные контракты и так далее. Сейчас мы этот механизм отрабатываем в Свердловской области с кластером транспортного машиностроения. Об этом я буду говорить более подробно на форуме госзаказ. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот вы еще раз видите более подробно форму такого кластера двойного назначения, который и работает и на модернизацию, и укрепление мобилизационной готовности, если речь идет о стрелочках слева. И, соответственно, справа мы в первую очередь, конечно, затачивались на национальные проекты и обеспечения импортозамещения. Сейчас, когда случилось то, что случилось, практика показывает, что когда загружены предприятия УПК своей непосредственной задачей, как раз кооперация с частным лидером производственной кооперации, в частности по транспортному кластеру машиностроения и производства трамваев, здесь речь идет, в том числе с автономным ходом, это уже такая наша инновационная вещь. Но вот эта конструкция становится весьма рабочей, потому что предприятия УПК занимаются своей тематикой, при этом они не теряют наработанные компетенции для гражданского рынка, более того, они развиваются. И когда СВО и президент говорит, оно не навсегда, и, соответственно, мы уже будем иметь гораздо более разогнанный производственный комплекс в этой сфере, он у нас должен и диверсифицироваться, уже будет более серьезно, иметь рынки сбыта, этому сейчас способствуют наши лидеры производственной кооперации. Ну и, как вы видите, кластер объединяет сейчас больше 24 организаций, это и НИИПП Роскосмоса, допустим, и Ростеха, наоборот, полюс Роскосмоса, НИИПП Ростеха, Микран само по себе предприятие, УПК частное, Монотойм лидер производственной кооперации, целый ряд университетов и институтов Сибирского отделения Российской академии наук, средний высокотехнологичный бизнес, то есть это кооперация, которая сегодня содержит в себе центр компетенции. Следующий слайд по широкозонным полупроводникам, все, что касается технологий для силовой электроники, арсенит, галия и так далее, специалисты знают. И, собственно говоря, такие вот вещи, когда мы не упрощаем кооперацию, наоборот, ее усложняем, в каждом таком кластере у нас есть совет главных конструкторов, совет маркетологов, координационный совет и центр компетенции слэш превосходства мирового уровня, и мы не побоимся того, что это мирового уровня, потому что так мы и можем конкурировать в мире. И, соответственно, эта история нам дает возможность придавать на выращивание целых новых отраслей, в том числе с помощью такого механизма, как комплексная научно-технологическая программа «Проект полного инновационного цикла». Следующий слайд, пожалуйста. Ну, в частности, вы видите такую небольшую сборку для того, чтобы производить для сибирского кольцевого источника фотонов детекторы, которые конкурентоспособны не только и нужны не только нам, но и, собственно говоря, на других синхротронах в мире, и это наш высокотехнологичный экспорт, в котором у нас не может быть аналогов даже и конкурентов. Если всю эту историю мы сейчас правильно сложим и сделаем, реализуем для своего собственного сибирского кольцевого источника фотонов, а не отдадим ее швейцарской фирме «Дектрис» на производство, как это до СВО планировалось сделать. Следующий слайд, пожалуйста. Мы проводили с участием Миноборнауки, Минпромторгом конференцию сначала по Арсении Дугалии в армии 2021. Пока мы ее собирали, вот как раз пришло понимание, что, собственно, кластеры двойного значения могут быть эффективным механизмом для запуска таких комплексных научно-технологических проектов и программ полного инновационного цикла. Следующий слайд, пожалуйста. Поскольку, по идее, научно-промышленный кластер двойного значения, он охватывает собой целый уровень технологической готовности от фундаментальных исследований, разработок, поскольку мы очень плотно содействуем, работаем с Российской Академией наук. Спасибо коллегам большое за поддержку, за понимание. И, соответственно, эта экспертиза нам позволяет сразу понимать, что мы целимся в нужные проекты, а не воздушные стартапы. Вот, соответственно, мы доращиваем эти истории до конкретных уже технологических решений и от технологии идем до выхода на производство и на серию. То есть это полный научно-технологический путь. Вот, и, в общем-то, он собран и межведомственно, и отраслевым образом из конкретных организаций. Поэтому здесь мы с коллегами, получилось, что выполняем один и тот же, то, что называется KPI с Миноборнаукой. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому в 2022 году мы уже провели совместную конференцию с Российской Академией наук. Наш институт государственного частного планирования был организатором Миноборнауки России, сами и коллеги ВПК РФ. Конференция, которая называлась «Комплексные научно-технологические проекты программ как механизм реализации научно-технологических кластеров двойного значения». Следующий слайд, пожалуйста. Ну, сегодня вот мы имеем такое поручение от вице-премьера Мантурова, соответственно, соединить два механизма, кластеры двойного значения, комплексные научно-технологические проекты программы. В первую очередь мы надеемся, что мы запустим и конкретную целевую историю с российскими программно-аппаратными комплексами. Надеемся здесь на вашу поддержку, на ваше участие. Коллеги, спасибо огромное за внимание. Следующий слайд, пожалуйста. И, в общем, надеюсь, что те рабочие группы, которые мы ведем, и та работа, которую вы делаете, действительно нам даст суммарный и правильный эффект наших российских программно-аппаратных комплексов, на основе которых мы сделаем российские центры управления и будем экспортировать эти технологии в России, в мире и за рубеж нашим дружественным странам. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо за внимание. Приглашаем к сотрудничеству. Спасибо, Елена Александровна. Присоединяюсь к аплодисментам за такой содержательный доклад. Одно из наиболее импонирующих мне определений технологического процесса, которое я слышал в последнее время, это было по Первому каналу от эксперта Артамонова. Он сказал, что технологический суверенитет – это отказаться от IBM. Вот, несмотря на такую фрапирующую форму формулировку, на самом деле, если бы она прозвучала в 70-х годах прошлого века, когда мы пошли по пути копирования, конечно, это было бы сверхактуально. Сегодня мы должны понимать это в расширительном плане, в том плане, что нам нужно отказаться от доминирования американских технологий в микроэлектронике. В электронике и в микроэлектронике особенно. Потому что микроэлектроника сегодня – это та отрасль, которая вошла и в быт, и во все абсолютно отрасли промышленности, и ее влияние и в количественном, и стоимостном выражении во всех продуктах только нарастает год от года. И то, что мы говорим избавиться от диктата американского, мы видим, что благодаря патентам и интеллектуальной собственности, которая у них есть, они могут накладывать санкции, они могут диктовать условия не только, но и своим союзникам тоже. Ну, все, наверное, знают, как обошлись с компанией ARM, которая хотела работать с Китаем, ей запретили. Потом, в конце концов, ее, по-моему, совсем американцы купили. И показательный пример с компанией ASML нидерландской, которой тоже запретили поставлять оборудование. Если мы будем смотреть вот эти технологии в глубину, то под словами микроэлектроника мы дальше посмотрим и увидим, что основу составляют микропроцессоры, а основу микропроцессора составляют архитектуры. И вот здесь все становится очень интересно, потому что американские архитектуры – это, ну, в основном, X86, MIPS, ARM, они у нас достаточно широко использовались и используются и по сию пору. Особенно в большой зависимости, ну, по крайней мере, известные линейки китайские, они были полностью на ARM. В основном, в основном, внедрение ARM в библиотеки на фабах позволяет командовать ИТСМС и даже континентальным Китаем, там, компанией СМИК. Вот, когда Китай осознал всю глубину проблемы, начиная вот с самых фундаментальных вещей, с архитектурных, они анонсировали свою программу для производителей и разработчиков микроэлектроники, анонсировали ее как неограниченное финансирование. Вот это совершенно беспрецедентно. Вот, и что касается России, то здесь, конечно, у нас ситуация намного лучше, потому что у нас есть отечественные архитектуры, собственный код, я имею в виду, это у нас три архитектуры собственные, Эльбрус, Комдив и Мультиклет. Эльбрус, я надеюсь, у нас подойдет докладчик, и мы еще сумеем доклад об этой архитектуре получить о Мультиклете. Я могу сказать буквально несколько слов. Эта архитектура развивается 12 лет, развивается на частные средства, выпущены три вида микропроцессоров на фабрике Сильтера Малайзия по технологии 180 нанометров. На сегодня архитектура полностью опробирована и в приборах, в производстве, и есть и софт, который позволяет использовать весь имеющийся у людей программное обеспечение. Больше сотни компаний изучают архитектуру. Ну, у нее есть интересная очень особенность. Если будут вопросы, я потом еще на этом остановлюсь. Теперь, перейдя от архитектур к вопросам уже программного обеспечения, видим, что очень много софта у нас выпало с рынка. Выпало ввиду санкций, причем очень чувствительного. Это такие компании, на базе которых мы делали разработку. САПР, КАДЕНС, СИНОПСИС, МЕНТОР ГРАФИКС. Вот, все это нужно замещать. Плюс нам нужны, конечно, отечественные пакеты для работы с большими данными, с искусственным интеллектом. И здесь нужно всегда учитывать, что не только железо делается для того, чтобы софт мог на нем работать, то есть для совместимости, но и для многих задач сам софт ориентируется на железо, особенно вот в таких чувствительных к мощности аппаратуры областях, как машинное обучение, ну и вообще нейросети в целом. У нас присутствует специалист в этой области, Бубнов Борис Геннадьевич, генеральный директор ЗАО «Восточный ветер». Я передаю ему слово. Пожалуйста, Борис Геннадьевич. Да, спасибо, Борис Анатольевич. Я вашим микрофоном воспользуюсь. У меня, конечно, гораздо меньше опыт таких публичных выступлений, чем у моих коллег. Ну, я представляю компанию «Восточный ветер». Это российский разработчик программного обеспечения. Работаем активно. Компании 26 лет. Работаем как в России, так и за рубежом. Сегодня перед нами стоит такая нетривиальная задача, как обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации в текущих реалиях. Информационные технологии давно уже стали, мне кажется, реальным сектором экономики, потому что, на мой взгляд, ни одно современное производство не может обойтись без IT-технологий. Потому что, ну, такой тренд, такой запрос современности. И, как вот правильно говорил Борис Анатольевич, наверное, такими драйверами глобальными, как в промышленности, так и в государственном секторе, в бизнесе, являются такие направления, как большие данные, нейросети и все, что связано с ними. Вот для успешного развития всех перечисленных направлений необходимы ресурсы. И в первую очередь человеческие ресурсы. Это квалифицированные специалисты. Мы сами разрабатываем программы, вот в том числе для аналитики больших данных, нейросетей и хорошо понимаем, насколько важно иметь квалифицированных современных специалистов. От этого, ну, зачастую зависит результат того или иного проекта. Для успешной работы специалистов нужны современные инструменты. И мне кажется, в современных условиях практически в большинстве проектов, реализуемых в Российской Федерации, необходимы программно-аппаратные комплексы отечественного производства, так скажем, с доверенными серверами. И главная задача таких платформ оптимизировать процесс работы и максимально сократить время моделей машинного обучения и внедрения нейросетей и их адаптации. Мы, наверное, я и мои коллеги видели своими глазами, как внедрение таких платформ с нуля возрождало буквально новое направление бизнеса вокруг этих платформ. И также не только изменения были связаны с бизнесом, но процессы меняли отношения в обществе в целом, в том числе и поведенческие. Сегодня, наверное, нельзя не отметить тренд на использование отечественного аппаратного обеспечения. Радует развитие наших отечественных платформ, в частности, ООМ Мультиклет, наших уральских соседей. Новые разрабатываемые архитектуры процессоров имеют бесспорные преимущества. И это вселяет уверенность в перспективу и в завтрашний день. Мы с удовольствием готовы принять участие в проектах внедрения ООМ Мультиклет и других отечественных разработчиков аппаратного обеспечения для решения самых различных задач, в том числе связанных с большими данными, нейросетями, искусственным интеллектом. За 26 лет работы в Российской Федерации и за рубежом мы накопили большой опыт внедрения инноваций в различных отраслях экономики. И наш опыт внедрения говорит о том, что хорошо спроектированная и внедренная IT-платформа позволяет быстро достичь необходимых результатов и получить конкурентные преимущества. Спасибо. Спасибо, Борис Геннадьевич. все-таки не могу не вернуться к Intel, который идет по глубокой колее, ни влево, ни вправо от x86 никак отойти он уже не сможет и инициирует сегодня на мой такой узкопрофессиональный взгляд гонку за топологическими нормами. вот эта гонка за топонормами 12-10, правда он остановился на 10, но все остальные идут уже там 7, тоже еще это можно понять 3-5-3-1, но это уже совершенно понятно, что это маркетинговые ходы, поскольку реально такой размер можно достичь для небольшой части чипа, все остальное остается на 12 нанометрах или на 7. Кроме того, ну вот почему почему Intel старается, ну и Intel, я говорю, в обобщенном таком плане, там в основном работают на этих топонормах AMD сегодня на тайваньской TSMC, потому что не обязательно идти вот только путем вкладывания сотен миллиардов долларов в новые FAB-ы и уменьшая топонорму, можно пойти путем разработки архитектуры, которая позволит существенный прирост производительности при гораздо более высоких топологических нормах. вот например наше ИКАД-моделирование показывает, что на мультиклетах мы достигаем при моделировании 12 нанометров достигаем эффективности 7 нанометровых по удельным показателям это энергоэффективность и производительность. Вот нужно ли нам гнаться за топонормами, до какой степени нужно гнаться, или и нужно ли нам расширять географию заводов. Вот я адресуюсь к ведущему специалисту в этой области, директору по стратегическому развитию ПАО Микрон Абагян Карине Сергеевне. Карина Сергеевна, пожалуйста. Спасибо. За заводами гнаться, конечно, нужно. Вот ситуация усиливающейся технологической блокады выявила очень много проблемных мест и соответственно скорректирует, я надеюсь, наше развитие к лучшему. Вот если мы говорим о технологическом суренитете, то он невозможен без чипов никакой высокотехнологический продукт, если у вас нет чипов, вы не сделаете. Любой волшебный софт, он работает только если у вас есть процессоры, память там и все остальное. Поэтому вот краеугольный камень текстуренитета это собственное производство микроэлектроники. Долгое время ставка делалась на разработку микроэлектроники в России, а произвести мы можем как бы везде в мире. Вот это сейчас показало вот такой подход свою глубокую уязвимость, все мировые фаундри отказали российским разработчикам в сотрудничестве и соответственно вот единственная надежда на собственную микроэлектронику это если у вас есть производство на территории собственной страны. Тут можно привести в пример стратегию США блестящую в области микроэлектроники. Там неважно где чип разработан главное что он должен был произведен на территории США. Принят закон о чипах ЧИПЭКТ в 1922 году финансирование которого направляется исключительно на строительство производства. Если у вас есть производство то все остальное разработку САПР и так далее вы наладите. Если у вас есть вся разработка но нет производства то вы глубоко уязвимая абсолютно зависимая страна. США вот сейчас предпринимает все усилия чтобы основную мировую фаундри фабрику микроэлектронную ТСМС которая находится в Китае перетянуть к себе в Аризону. То есть они усиливают искусственно конфронтацию Китая с Тайванем создают там частичную блокаду невыносимые условия и в то же время у себя делают пряники налоговые льготы гранты условия для переезда специалистов и так постепенно производственные мощности лидирующие переносятся в США. Сейчас три компании Intel TSMC и Samsung обладают самыми передовой нормой это 3 нанометра Intel заявила 2 нанометра. Соответственно вот все эти шаги делаются ни в коем случае не в условиях рыночной экономики. Это дело государства дело госрегулирования и конкуренции государств. Хороший пример вот тут приводилась компания SML это монопольный мировой производитель фотоэлектрографического оборудования это то без чего микроэлектронику нельзя делать. В 90-е годы новая убыточная компания и вдруг с ней начинают сотрудничать Intel TSMC и Samsung гиганты микроэлектроники. при том что 80% рынка занимают Nikon и Canon параллельно Америка делает так что растет курс иены и Америка поднимает таможенные пошлины на японские чипы которые тогда доминировали на мировом рынке соответственно Япония теряет экспорт японские производители фотоэлектрографов теряют крупных заказчиков и вот эта маленькая компания SML постепенно становится мировым лидером это вот все истории если мы например на историю Кремниевой долины посмотрим это же история гособоронзаказа началась холодная война начался спрос на радарную технику потому что небо над СССР и странами Варшавского договора было закрыто и надо было осуществлять осуществлять разведку не в прямой видимости то есть находясь за границей и вот на этой технике и появилась Кремниевая долина ну таких примеров много все технологии ядерная энергетика интернет мобильная связь космос они все появились не благодаря венчурному капиталу и рыночной экономике а появились как госпроекты в основном это был гособоронзаказ и у нас и у наших оппонентов соответственно сейчас микроэлектроника стала полноценным средством политической борьбы мы знаем что экспорт передовых чипов ограничен Америкой и странами ее блока это Евросоюз Япония Южная Корея Китай также ограничил экспорт своих процессоров в Россию и у нас в общем один путь это создавать собственное производство тут надо отметить что на сегодня ни одна страна мира даже самые мощные технологические державы не находятся на самообеспечении в плане микроэлектроники то есть это все равно международная кооперация и разделение труда просто оно сейчас происходит внутри замкнутых контуров то есть вот оборудование СМЛ его разрешено поставлять ну кроме США в европейские страны Японию Южную Корею и Тайвань в КНР Россию запрещено России нужно строить свой технологический альянс со странами типа Ирана то есть где есть достаточно сильная наука вот и которые в общем не входит в контур стран недружественных России Собственно все эти проекты всегда развивались как государственная задача было квалифицированный государственный заказчик вот атомный проект прекрасный премьер этому не нужно читать там никакие кейсы по менеджменту Гарвард Скол почитайте историю атомного проекта это прекрасное управление идеальное просто научно-техническим проектом в условиях когда не было ресурсов не было денег не было международной кооперации соответственно вот текущую систему стоит переделать в том смысле что вот сейчас условия конкурса пишут сами компании потом значит они конкурс выигрывают эту разработку делают исходя из своего видения своих задач своего задела нужно вернуться в формату когда государство ставит цели они декомпозируются в задачи и вот соответственно этот заказ должна выполнять отрасль в общем ситуация у нас в завершении скажу достаточно хорошая потому что если бы мы были страной да без золота без урана там без нефти то вот это все сделать невозможно если у вас этого нет если у вас нет какой-то части обрабатывающей продукции ну нужно правильно поставить цели и задачи и это будет правильно распределить ресурсы поэтому в стратегической перспективе у нас все очень хорошо с технологической независимостью спасибо спасибо карина сергеевна ну что ж сегодня мы подняли достаточно много интересных вопросов и было бы конечно интересно узнать будет ли на них какой-то отклик в государственной думе будут ли работать профильные комитеты в этом направлении я адресую вопрос человеку энциклопедических знаний анатолия александровича васферману пожалуйста анатолий санж ну должен наверное вас огорчить но буду говорить не от имени государственной думы хотя бы потому что там я работаю в комитете по просвещению а это все-таки хотя и основа всего дальнейшего но от этой основы до всего дальнейшего еще очень далеко но как человек с дипломом инженер теплофизик с более чем 20-летним опытом работы программистом причем в те времена когда это была еще довольно экзотическая профессия с опытом более чем 30 лет политической и экономической публицистики попробую высказать свое личное мнение и начну с того что полный технологический суверенитет сейчас не осуществим ни для одной страны еще в конце 70-х группа западноевропейских экономистов показало что если население на рынке куда выпускается новая разработка слишком мало то эта разработка заведомо не окупится причем чем дальше развивается техника тем больше нужно население грубо говоря потому что все что можно было придумать сравнительно дешево уже придумали по их оценке на тот момент для большинства более-менее массовых технологий минимальное нужное население было в западноевропейских условиях порядка 300 миллионов человек у меня ушло немало времени на то чтобы восстановить логику исследования поскольку до его текста так и не докопался знаю о нем только по новостям если я правильно эту логику восстановил то сейчас для большинства важных технологий в тех же западноевропейских условиях нужно население порядка 400 миллионов человек но нынешнее население европейского союза значительно больше в тогдашних советских условиях требовалось примерно 250 миллионов ну а на момент этой публикации население России тогда называвшийся союз советских социалистических республик было ощутимо больше то есть у нас не было проблем с окупаемостью новых разработок сейчас у нас этот порог снизился примерно до 200 миллионов поскольку оплата разработчиков в среднем упала относительно оплаты производителей но ни один из осколков России в том числе и Российская Федерация такого населения не имеет и кстати когда мы начали строить единое экономическое пространство из этого пространства тут же выломали Украину превратив ее в террористическую организацию чтобы не позволить нам окупать наши собственные разработки были и другие причины но это достаточно кстати это касается не всех технологий вот тут обсуждали технологии связанные с микроэлектроникой так скажем всего нынешнего населения мира достаточно для того чтобы окупать фактически всего двоих разработчиков процессоров для персональных компьютеров кстати еще недавно на этом рынке успешно работали пять или шесть разработчиков точно не помню но по мере усложнения разработки часть из них ушла в другие приложения а это все означает что мы не можем рассчитывать на чисто рыночную окупаемость наших разработок на нашем внутреннем рынке и у нас есть соответственно два выхода первый это переводить ключевые разработки в статус оборонных поскольку там другая система финансирования и другое представление об окупаемости и второе это создавать достаточно большие рынки куда мы могли бы экспортировать продукцию и таким образом окупать ну надо сразу же сказать что на многих направлениях деятельности наши условия настолько специфичны что мы на этих направлениях не можем производить изделия в равной мере пригодные для нас и для экспорта то есть тут надо либо разрабатывать модификации либо позиционировать это как изделия для специальных обстоятельств например ну конечно полностью наших природных условий больше ни у кого нет но по некоторым параметрам к нам сейчас пожалуй ближе всего находятся некоторые регионы Китая Ирана Южной Африки и пожалуй Аргентины то есть это те рынки на которые мы можем ориентироваться для экспорта ну и кроме того нам надо максимально удешевлять свои разработки а для этой цели в частности восстановить практически уничтоженную тоталитарной сектой либералы систему прикладной науки то есть перевода вопросов науки на язык практики то есть вопросов практики на язык науки извините оговорился и ответов науки на язык практики и чем активнее мы будем восстанавливать вот эту систему прикладной науки тем меньше у нас будут средние затраты на одну разработку а значит легче будет эти разработки окупать и сфера технологического суверенитета у нас расширится но еще раз повторю абсолютным технологическим суверенитетом сейчас в принципе не может обладать ни одно государство а значит нам надо добиваться и технологического суверенитета там где это возможно и эффективного партнерства на всех остальных направлениях вот пожалуй все спасибо анатолий александрович вы расширили мое понимание в плане кто может разорить государство раньше говорили архитектор там еще сейчас оказывается еще разработчик микропроцессоров тоже но мы закончили с выступлениями спикеров поэтому пожалуйста коллеги готовьте вопросы у нас микрофон сказали мне слева от входа где-то присутствует а вот пожалуйста Максим Калашников мне написали хотел выступить с вопросами я хотел бы просто сказать для чайников буквально все-таки Борис вы наш партийный руководитель еще в области Сырдовской все-таки расскажите это успех в чем успех технологии мультиклет вот вот этой архитектуры микропроцессоров почему это дает нам преимущество сейчас наряду с другими архитектурами но именно ваш и вопрос тогда дважды упоминалось о том что рынок Аргентины вот почему вот собственно говоря Аргентина становится вот как говорят на одну доску наверное с Ирана с таким рынком как раз ну Иран понятно почему именно Аргентина спасибо не совсем понял почему именно кто рынок Аргентины я не уловил в ходе дискуссии вообще об этом я вам все-таки Борис хочу чтобы вот вы рассказали какие преимущества дает именно архитектура я сразу насчет Аргентины ничего сказать а вот Аргентина это наверное ко мне просто есть там похожие на нас регионы ну насчет мультиклета в чем может быть преимущество мы не можем сказать что прямо сейчас мультиклет дает преимущество но то что он есть это архитектура общего назначения причем построена на других принципах чем фонеймановская фонеймановские архитектуры и но основные преимущества мы видим сегодня в том что она позволяет организовать системотехнический уровень обеспечения надежности то есть у нее есть присущие свойства живучести мы можем сделать микропроцессоры значительно более надежные для целого ряда приложений это и автопром где вы понимаете критичным является выход из строя микропроцессора да а микропроцессоров в автомобиле достаточно много это и необслуживаемые зоны в Арктике это и процессоры с высокими температурными перегрузками это радиационно стойкие и это процессоры которые долгое время эксплуатируются в космосе где тоже подвергаются облучения вот все области которые требуют высоконадежных и сверх высоконадежных процессоров они могут очень очень с высокой эффективностью вот там могут использоваться наши процессоры это что касается вот промышленных применений что касается более низких топонорм вот у нас есть проект на 12 нанометров скажем вот я уже говорил насколько он эффективен по своему по своему удельным показателям по сравнению с существующими топонормами ну и понятно что построить новый фаб там на другую топонорму и потратить сотню миллиардов долларов или потратить там 100 миллионов рублей чтобы сделать проект на нашем процессоре допустим ну вещи совершенно понятные любому экономисту поэтому мы надеемся что архитектура будет востребована в ближайшее время достаточно широко мы ее очень хорошо за эти годы изучили как я уже говорил есть применение и в кристалле мы сделали системы на кристалле и есть и приборы работающие и есть и учебные классы в вузах в общем достаточно много поработали в этом плане насчет Аргентины я не знаю кто кто-нибудь готов насчет Аргентины ответить нет прошу прощения следующий вопрос пожалуйста будьте добры скажите пожалуйста по поводу оборудования для производства микросхем собственно говоря вот вы говорили что у вас где-то это делается в Малайзии что-то такое с Эльбрусом тоже были с Эльбрусом и Байкалом были проблемы им обрубили производство в Тайване они делали я слышал что сейчас Росатом литомашины литографические машины готовят там где-то 10 или 15 нанометров вот что с отечественным оборудованием нам же капиталисты не будут продавать да эти машины вот расскажите пожалуйста представьтесь пожалуйста Петр Калашников Рой ТВ ну я адресую ваш вопрос профессионалу пожалуйста Галина Сергеевна можно я очень коротко а специалист дополнит насколько мне известно первые серийные отечественные машины для ключевых операций в производстве микросхем появятся где-то в пределах от 3 до 5 лет в зависимости от того будут ли какие-то сбои с финансированием или все пройдет штатно это если очень коротко да как вы правильно сказали сейчас компания Русатома разрабатывает отечественный фотолитограф тут главной проблемой является не собственно разработка фотолитографа то есть машина которая способна на пластинах создавать структуры с разрешением там 28 нанометров или 10 а в том чтобы вся остальная линейка оборудований и материалов фоторезиста например были совместимы с этой установкой то есть произвести микросхему это не только сделать фотоэлитографию это там сделать зоны ПН проводимости металлы сделать там отмывки и так далее там 300 разных операций это все остальные установки оборудования плазмохимическое травление там и так далее и вот это все должно быть совместимо то есть этот фотолитограф либо надо изначально делать под фоторезисты и совместимость с существующими зарубежными линейками которые работают в России в частности на микроне либо надо одновременно там как в Советском Союзе было закладывать всю линейку оборудования вот сейчас фотолитографию они делают на длине волны 11 нанометров а мировой стандарт ну EUV фотолитография экстремальный ультрафиолет 13,5 нанометров то есть значит они целятся в другие фоторезисты как бы и оригинальную линейку оборудования вот поэтому ну будет здорово если получится но вот всю остальную линейку под это тоже надо делать пожалуйста еще вопрос можно Владислав Дорофеев НИСИРАН такой вопрос да то есть ну сегодня обсуждается вопрос экономики вопрос науки а вот как раз таки ключевым вопросом наверное экономики всегда являются средства производства да то есть и если говорить о науке то в науке тоже есть свои средства производства да то есть если мы занимаемся научными исследованиями то сейчас мы например пользуемся такими ресурсами как архив там Google Скалар там и все остальное На настоящий момент альтернатив российских сопоставимых по наполнению нет. Во-вторых, программное обеспечение. Это, например, такие инструменты, как MATLAB для моделирования. Сейчас тоже фактически аналогов нет. И вопрос заключается в том, есть ли какие-то планы по тому, чтобы создавать конкурентноспособную научную инфраструктуру в России. Спасибо. Мы сегодня упоминали, в принципе, вашу компанию как владельца комдивов архитектуры. Что касается разработки софта, мы об этом тоже немножко говорили. Но, может быть, коллеги меня поправят прямо сейчас. Я не вижу проблемы для технологического суверенитета в том, что прямо сейчас у нас не хватает какого-то софта. Все-таки в этом отношении Россия чрезвычайно сильна. Я не побоюсь этого слова. Наверное, в плане программистов и разработки таких пакетов при минимальном желании государства можно восполнить все эти пробелы достаточно быстро. И уж, конечно, это ни в какой степени не идет в сравнении с теми проблемами, которые нам нужно решить по железу. Борис абсолютно согласен с Борисом, он прав. Плюс открытые коды нам в помощь сейчас активно используем, это помогает. Да, да, прецеденты были уже даже такие. Нет, хорошо. Давайте в микрофон все-таки постараемся как-то, а то кому-то не слышно в той стороне вообще. Ну, что касается открытых кодов, я, в общем, с задающим вопрос совершенно согласен. Конечно, Китай вообще сказал, что они не будут РИСК-5, например, поддерживать именно в силу возможных патентных претензий. Они решили, что они будут делать РИСК-10. Мы пока все еще очарованы тем, что РИСК-5 у нас открытая, хотя она уже, понятно, что она не вполне открытая и будет дальше развиваться, видимо, по проприетарному сценарию. А что она собой сегодня представляет? Ну, почти ничего. Там совсем немного команд, и работа впереди очень большая и вот очень рисковая. Такой каламбур получился. Спасибо. Значит, если есть еще вопросы, тогда туда нужно микрофон. Борис Анатольевич, я еще добавлю просто к этому. Поскольку вопрос стоял про инфраструктуру, то как раз сейчас идет работа по оценке наших состояний сегодняшней инфраструктуры и потребностей. Значит, этот вопрос будет рассматриваться, по-видимому, либо на заседании комиссии по науко-технологическому развитию, либо в Совете по науке при президенте. То есть ведет подготовку вот этих материалов. Ну, дальше, в зависимости от того, как это все будет готово, наверное, будут последующие действия. Значит, если вы говорите конкретно, то, насколько я понимаю, Миноборнауки тоже в курсе этой проблемы. Спасибо, Владимир Викторович. Так, еще вопросы. Можно, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Торгово-промышленная палата Российской Федерации Королев Валерий Сергеевич. Хотел бы задать вопрос всем участникам дискуссии сегодняшней по поводу необходимости сегодня говорить о декомпозиции самого понятия технологический суверенитет. Слишком общее понятие, чтобы можно было все возможные проблемы описать этим понятием и найти решение внутри этого понятия. Поэтому предлагается обсудить возможность как минимум разбить это понятие на три уровня. Нижний уровень, где нам необходимо сформировать технологическую независимость по большому кругу отраслей. Понятно, что по всем невозможно, как мы уже услышали. Второй уровень, необходимо создать систему государственной поддержки всякой финансовой, не финансовой, по поддержке компаний и отраслей лидеров, которые сегодня могут осуществлять выпуск продукции на уровне мировых, среднемировом. И самое важное, на мой взгляд, все-таки придать приоритетную значимость созданию так называемых центров технологического превосходства на основе частных компаний, способных стабильно генерировать технологии, превосходящие сегодняшний технологический уровень, ну пусть в небольших отдельных технологических нишах. Тогда мы вот эту линеечку, пирамиду сможем выстроить системно и выращивать постепенно из одного уровня в другой. Если я не прав, прошу возразить, наверное. Спасибо. Нет, мы в принципе всем нашим сегодняшним заседанием показали, что мы с вами согласны. Мы действительно говорим, что микроэлектроника – это основа технологического суверенитета, и это основная отрасль. Именно этой отрасли нужно посвятить основное внимание. Ну а что касается более общих вопросов, я, наверное, передам слово Владимиру Викторовичу и ответить на него. Спасибо. Ну, я бы обратил внимание на выступление Карина Сергеевна. Она очень четко сказала, что для того, чтобы что-то делать, надо вообще-то понять, для чего мы делаем и какие цели. То есть вопрос стратегического планирования. Сейчас у нас вполне сложилась определенная ситуация, и нам сейчас, наверное, надо подумать о технологическом суверенитете в плане обеспечения оборонной безопасности. Потому что мы должны иметь полностью свои технологии, которые обеспечат нашу оборону безопасность. После того, как мы решили эту проблему, все остальные проблемы решаются. Потому что это первый момент. И второй, что, наверное, мы только тогда можем говорить о суверенитете, когда сможем объявлять санкции мы, а не нам. Нам объявляют санкции именно потому, из-за нашего технологического отставания и технологической зависимости. Знаете, вот я бы так ответил. А то, что вы сказали по поводу уровня создания центров превосходства, ну там есть много всяких названий. Центр превосходства, центр компетенции, еще чего-то. Центров много всяких. Вопрос в том, что мы уже иногда за новыми понятиями теряем сущность. Что же мы хотим получить на выходе? Еще раз, мы должны научиться делать все сами, все, что нам необходимо для нашего устойчивого развития. Если мы решим эту задачу, все остальные вопросы уже решаются проще. Спасибо. Что ж, наше время истекло. Последний вопрос, пожалуйста. Ну, попробуйте без микрофона. Продолжение следует... Продолжение следует... Я повторю. Первый вопрос. Второй вопрос. Баланс государственного, деличного, и частного. Здарственного и частного. И чем вы мотивируете внимателя, который вам посылает вопрос? Спасибо огромное за вопрос. Ну, во-первых, по узким местам. Я уже говорила, что будет у нас доклад на форуме «Госзаказ». И, конечно, большое узкое место, целое пространство, как раз наше законодательное, которое сложено по принципу ничего личного чисто бизнес. И кто дал самую маленькую цену, тот и прав. То есть у нас сегодняшнее законодательство, к сожалению, только-только очень маленькими шажочками приближается к тому, чтобы легализовать соединение заранее технического задания заказчика и исполнителя. То есть, условно говоря, сегодня мы вот как раз выстраиваем потихоньку, используя механизмы те, которые нам даны, в том числе правовой инициативы, вот, работа с депутатами Государственной Думы, чтобы соединять хотя бы действующие механизмы вот того научно-промышленного кластера двойного значения, который сложная кооперация, который позволяет делать сложные высокотехнологичные продукты, потому что для этого нужна кооперация по определению. И для этого нужно техническое задание на сложные продукты, на исполнение которого нужно время. И, соответственно, вот есть такой механизм офсетного контракта, например, да, который позволяет инновационную продукцию заказчикам согласовать заранее, согласовать исполнителя. Да, там есть условия, опять же, для частного бизнеса, который заставляет его вложить деньги в этот продукт самостоятельно. Вот, но, тем не менее, это ему гарантия того, что этот сбыт будет. То есть вот вся вот эта вот наша организационная правовая конструкция, к сожалению, пока построена, ну, как бы с минимальным включением туда механизмов, принципов государственно-частного партнерства по отношению к тому, как это должно быть. Ну, а лидеры получают, соответственно, преимущество государственного софинансирования, гарантированного сбыта и предлагаем мы сотрудничать. Спасибо, Елена Александровна. Наше время истекло. Благодарю всех, коллеги. Спасибо за участие. Надеюсь, вам было так же интересно, как нам. Спасибо. 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 Спасибо.